Наемников буду нанимать. 70 рублей километр. 70 рублей километр. А где находится машина, трактор-то? В Барнауле. Так у вас бульдозер в Барнауле? Да. Этот-то я прошлый год как бросил, он сломался, так он до сих пор здесь. Так у вас это другой бульдозер? Другой. Такой же? Такой же. И по мощности все такое? Все такое, один в один. И что получается тогда нам? За тракт... Сколько здесь километров напрямую? 150. 150? До деревни или до трассы? Нет, нет, до деревни и там где среди города. Может поменьше, но я-то живу там на другом конце города. 153. А вас откуда? Ну, с Попова-Власихинская пойдет. Ну, это ближе. Ну, грубо говоря, 150 километров до трассы. 150 туда, 150 обратно. 300 километров. Умножаем на 7, 21 тысяча. Ну, и все. О чем разговаривать тогда? Выкладывай деньги, вези трассы. Вот. Обратно то же самое придется за доставку. Трал чужой, немой. Я плачу дяде. Только тракт. Вот. Нам только одна доставка обойдется во что. Ой-ой-ой. Ну, обратно постараюсь там это самое, что-нибудь придумать. Ну, вы обратно что-то подумайте как-то. Обратно я подумаю, я, может быть, свой потащу. Там, может, только на солярку дадите и все. Потому что для нас это прямо, ну, никто ничего. Я беру там все на себя где-то. Деревня в этом не участвует. Еще нет. Игнат Тихонович, ну, я тоже, я понимаю. Я понимаю. Мне налоги надо заплатить бухгалтеру, заплатить механику, заплатить. А налоги сами. Десять тысяч провожу зарплатой. Пять тысяч государству отдаю. Ужас такой. Понимаете, вот солярка 34 рубля. Этот, за то, что грузовик сюда пойдет по 3-20 рублей за каждый километр, я не знаю, какому-то Платону отдаю. Как что за Платон, никто его не видел. Так, мы с вами, я дело имею только с вами. А деньги отдаю я ему? Нет, мне отдадите. Ему я еще не даю. Ему ничего не даю. Только кормим его и все. Да. Чтобы не было так, он стоит. Да, да, да. В прошлом году я так делал. Нет, я приехал и рассчитался. Но я буду показывать каждый день, как он работал. Тронулся с места. Игнат Тихонович, даже можно по этой самой, чтобы вы, это вот, для братьев и сестер для ваших, там стоит на тракторе навигация. Можно даже официальную бумагу с навигации снять и вам дать, чтобы вам для отчета, что трактор именно столько работал, вы не приписаны. Ну, я буду все время с ним записывать буду. Вот. Вот заправляет, когда заправляет, я это высчитываю, потому что он не работает. Нас это не касается. Как только он от заправки тронулся, я сразу ему и показываю до минуты. Все. Вот смотрите, значит, затрал 21 тысячу. Прошлый год мы сколько, по чем работали, не помню? Полторы. Полторы. Да, мы так и договорились, чтобы это не как. Но я не могу уже меньше. Ну, никак. Я уже в городе работаю по 1800. Ну, договорились, Валерий. Мы будем молиться, чтобы нам расстаться по-хорошему. Так. Как бы у вас это самое... Сними из тебя это. Никаких комаров-то нет. Что-то это... Да и в кусты же пошли. Так. Ну, насчет этого-то. Ну, что, говори. Будем делать. Скажи, будем делать. Скажи, работа большая. Но скажи, какую память-то мы оставим потомкам. Мы на месте посмотрим. Я еще раз вам это говорю, что глаза боятся, руки делают. Не получится бульдозера в экскаватор притащу. Не знаю. По этой же цене, но сделаем. Не знаю насчет экскаватора. Но бульдозер, это для меня понятно. Экскаватор куда он? А потом будет перекидывать. Он быстрейше, чем бульдозер. Нет. Не быстрее. Тут я уже разберусь. Я с экскаваторами работал. Я прорабом работал. Вы со старым экскаваторами работали. А это новый. Все равно. Значит, бульдозер. Если говорите, как он будет работать от и до, вот сколько тут. А тут вот стоит на болоте, он может его и не гнать. Зачем он? Не. Да он и там, вот где это самое. Я договорюсь, чтобы за ним, когда дадут сигнал, сигнал дадим за нами машину, чтобы он пешком не ходить. Да. Значит, с собой две просто не наволочка. Одеяло, наволочка. Ну, постельные принадлежности. Значит, только то, что есть. У нас одеяло, все есть. Просто не стирать мы не можем, у нас ничего нет. Все понятно. Наволочка. Остальное за нами. Так, с чего, когда мы потащим? Хоть завтра? Ну, хоть завтра. Так, теперь... Сейчас я эту дорогу посмотрю, через эту дорогу, если он протащится. Вы нас повезете назад? Конечно. Так, недалеко совсем на Драглайн гляньте, какое озерко. Прямо рядом, около лагеря. Хорошо. Прямо. Прямо. Прямо.